Здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала торговая марка Гейтман и медицинский центр «Призма». А с нами на связи научный сотрудник философского факультета Карлового университета Александр Морозов, которого мы страшно рады видеть. Александр, здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли для нас время. Здравствуйте, все, кто нас слушает. Спасибо. Александр, вы знаете, традиция у нас старая такая на Укрлайфе существует в декабре каждого года говорить о том, каким будет следующий год. И сегодня сводение начало с того, что я посмотрела ваш прошлогодний прогноз на этот 2022 год. И если позволите, я процитирую. Очень интересное мне показалось. Много интересного, чего я выписала из него, но был очень интересный такой сценарий, который вы предлагали. Во-первых, вы сказали, что это 2022 год будет годом эскалации в Восточной Европе. И вы описали три сценария эскалации. Рутинная эскалация. Второй вариант – это если Путин заберется в свою нору и там что-то будет делать тихо. И третий сценарий – сценарий резкого обострения. И когда я спросила у вас, вы хотите сказать война? Вы ответили – да, война. Но потом очень интересно вы развили эту мысль и сказали – конечно, никакого вторжения не будет. Но представить себе ракетный удар по аэродромам, где находятся турецкие дроны, легко можно. И сейчас на Западе, сказали вы, никто не думает, как сопротивляться фронтальной войне, которую трудно себе представить. А все думают, что делать с вот такими возможными ударами. И я подумала, как много в этом прогнозе было правды и как много в этом прогнозе было вот вызовов и рассказов о том, чего ждал западный мир. Ну вот, вы уж извините, что я так долго, но просто действительно было очень интересно. Александр, вот как бы сейчас вы это прокомментировали? Да, в декабре прошлого года, конечно, многие чувствовали, что дело идет к каким-то масштабным событиям. Но я хорошо помню, что большинство экспертов считало, что да, Кремль предпримет какие-то агрессивные шаги, но никто не думал, что это будет именно фронтальная война и война в той форме, в которой она дальше началась. Но теперь это все уже позади. Ясно, что это не просто эскалация, а масштабная и катастрофическая по своим последствиям действия, предпринятые Кремлем. Причем уже оно прошло несколько стадий. Сначала это было с точки зрения Кремля, видимо, представление какой-то об успешной короткой операции, потом это превратилось совершенно в другое что-то. Поэтому, что можно сказать? Ну да, предчувствие как бы тех, кто видел, что это будет, приведет к тяжелой форме эскалации, оправдались. Больше того, главное, что оказались, оказалось права американская разведка и американское политическое руководство, которое активно предупреждало в ноябре-декабре прошлого года и руководство европейских стран различных о том, что Кремль готов к нападению и собирается его осуществить. Да, так это и было. Ну тогда, если позволите, я еще хочу вспомнить интересную мысль вашу, которую вы озвучили в прошлом интервью. Вы сослались тогда на американскую исследовательницу, которая написала книгу о войне в серой зоне. Это очень интересно. И вы говорили об этом. И я вот, когда сейчас уже по прошествии там 10 месяцев войны подумала, как это интересно. Вот вы уже тогда вспоминали о том, какие могут возникнуть проблемы, когда война идет в серой зоне. Поэтому, учитывая то, что очень многое вы прочувствовали и спрогнозировали, хочу попросить вас тогда подумать, Александр, о том, каким будет следующий год. Ну, это понятный вопрос. Действительно, мы сейчас все подводим итоги этому году и заглядываем в 23-й год. Так что вопрос понятный. Но надо сказать, что мы, конечно, должны быть очень осторожны в этих прогнозах, чтобы не оказаться, так сказать, в ситуации, как бы, анекдотичной, я бы так сказал. Но что можно сказать сейчас, как мне кажется, наверняка про 23-й год? Первый момент важный. Насколько можно себе представлять, во-первых, если брать все стороны Кремля, Кремль не оставит военных попыток в течение всего 23-го года. Почему так? Потому что в 24-м году в марте президентские выборы совпадают у президента Зеленского и президента Путина. И Путин, на мой взгляд, как ставил, так и будет продолжать себе ставить в 23-м году цель принудить Украину и украинские власти к капитуляции. От этой задачи не публично, не в кулуарах, так сказать, как бы не на уровне каких-то там коридоров власти в Кремле никто не отказывается и не формулирует никакой другой стратегии или политики. Это первое. Поэтому это будет тяжелый год. Второй момент важный, что, ну вот, Европу, все европейские страны, как бы, настигли экономические последствия пандемии. И мы видим инфляцию и такую, как бы, экономическую перестройку некоторую, которая касается и граждан широких кругов. Да, это пока следствие пандемии. Конечно, мир ожидал, что после пандемии будет экономический рост, но вот война, развязанная Кремлем, она, как бы, не позволила начаться этому росту, поскольку, понятно, что возникла масштабная поддержка Украины, большие расходы для европейских стран, не только для европейских. Ну, одним словом, как бы, это вот второй такой важный момент, который будет в 23-м году сильно сказываться. И, может быть, третий момент, который я бы отметил, он заключен в следующем, что уже очевидно, что поддержка Украине со стороны, вот, альянса стран, которые его поддерживают, она не прекратится. То есть расчет Кремля на то, что получится дожать Запад, да, там, как-то переломить Запад или одержать какую-то там победу над Западом, это ошибочный расчет. Поэтому, и с одной стороны, это хорошая новость, а с другой стороны, как ни странно, и плохая. Хорошая она потому, что эта высокая солидарность, она сейчас уже имеет, так сказать, такую очень глубокую основу. И в этой солидарности как-то выстраивается и в значительной степени новое понимание Европы самой, себя самой. А с другой стороны, плохая сторона этого заключена в том, что Путин окончательно находится в какой-то исторической ловушке, в каком-то узком коридоре, из которого он уже не выйдет. И поэтому многие обсуждают сейчас, значит, дальнейший характер его безумных действий. Ну да, действительно, располагая все еще ресурсами и не отказываясь от своей безумной агрессивной риторики, Кремль, конечно, и к этому многие готовятся в разной форме, может пойти на разные радикальные шаги, и, конечно, это было бы очень обременительно для мира и привело бы к многим жертвам. Поэтому здесь вот таких три, я вижу, каких-то важных, три важных темы. Давайте тогда каждый, если позволите, из них вернемся, потому что каждая из этих тем очень интересна. Вот начнем с первой, что Кремль не оставит военных попыток в 2023 году. Давайте немножко тоже вернемся к вашему предыдущему интервью. Вы очень интересно тогда обозначили конфликт, который начинался между демократическими странами и недемократическими. Вот тогда, когда Байден попытался создать этот демократический альянс. И вы сказали тогда очень интересную мысль. Вы сказали, что если с одной стороны есть альянс демократический, то с другой стороны альянс маловероятен. Вот во время войны я часто возвращалась к этой мысли, потому что Путин же в какой-то момент, я так понимаю, хотел стать частью или там лидером незападного этого альянса и создать вокруг себя этот так называемый незападный альянс. Очень интересно, как вы оцениваете, насколько вот этот альянс возможен, насколько вы его прочитываете. Потому что с одной стороны мы можем видеть, что Иран дает ракеты и дроны. Мы можем видеть, как Китай ведет, ну по крайней мере выглядит так, какую-то двойную игру. Интересно, появилась информация о том, что Путин из Африки, из Южноафриканской республики возит оружие какое-то. Не знаю, еще не подтвержденное, но уже есть. И многие другие страны. Вот как вы оцениваете, насколько вот этот фактор будет важным? Получится ли у Путина вписаться в этот незападный мир и стать на острие копья борьбы незападного мира с западным миром? Ну, борьбы я беру в кавычках, да? Насколько это важно? Важная часть вот этих попыток? Или это о другом? Нет, нет, это очень точный и важный вопрос, действительно. Потому что в течение всего этого уходящего года Кремль, несомненно, совершал шаги, направленные на то, чтобы пытаться конструировать антизападный альянс. Это, несомненно, так. И Путин несколько раз в течение года выступал публично, все анализировали эти выступления, с таким совершенно ясной антизападной риторикой, которая носила такой глобальный характер. То есть она была обращена не только к своему внутреннему населению, но и явно носила характер обращения к каким-то разным силам на глобальной арене. Я бы сказал так в итоге. Мой ответ такой. Нет, в 20-м году, уходящем в 22-м году, да, Кремлю удалось наладить там некоторые каналы, коридоры обхода санкций, безусловно. Некоторые коммуникации, направленные на получение там недостающего военного снаряжения или оружия. Но при этом надо сказать, что все это не привело к созданию, и не приводит к созданию какого-либо альянса, во главе которого Россия могла бы оказаться, или во всяком случае с какими-то партнерами образовать такой альянс. Все это носит характер, я бы сказал, такой экстренной торговли. Кремль в достаточно такой случайной логике, где-то что-то покупает, пробивает какие-то бреши, но при этом он не получает из этого такой системной политической поддержки. Когда война началась и санкции в отношении Кремля и российских бизнесменов усилились, они бросились там в Дубай, в азиатские страны быстро выводить свои капиталы, сами уехали туда. Но при этом надо сказать, что и там уже сейчас местные власти начинают какие-то там меры финансовой проверки в отношении этих людей. То есть нигде не хорошо в этом отношении. Это первое. Второе. Да, скажем, Кремль воспользовался этой войной, и явно активно размещает в Беларуси, например, какие-то производства, необходимые для военного снаряжения и какие-то тренировочные базы для мобилизованных российских солдат. И да, конечно, Иран поставляет дрон. Но в то же время в целом я бы сказал, что из этого не вырастает какой-то системы. И в 23-м году Путин не получит, и Кремль не получит, на мой взгляд, вот такого альтернативного альянса. Если вокруг поддержки Украины сформировался реальный такой большой пул стран, которые постоянно коммуницируют на политическом уровне, проводят консультации и поддерживают Украину. И не только Украину. За этим стоит вообще представление действительно поддержки демократии, ее ценности, ее развития и глобального мира в целом. То нет, у Кремля нет такой философии по-прежнему, на мой взгляд, которая позволила бы ему что-то сконструировать. Больше того, те страны, которые раньше, многие страны, которые находились в коммуникациях с Кремлем, они сворачивают эти контакты или минимизируют их и, разумеется, не голосуют на каких-то больших общих собраниях в ООН или других международных организациях в поддержку действий Кремля. Это, мне кажется, видно хорошо, и это будет работать так и дальше. То, что происходит на постсоветском пространстве. Понятно, что Путин пытается, вы уже вспомнили Беларусь, конечно, но это ведь не только, Беларусь не только, это не все постсоветское пространство. Мы видим, как интересные процессы на Южном Кавказе происходят, мы видим, что происходит в Центральной Азии. Вот то, что происходит в этих регионах, это важно будет для вот таких агрессивных военных планов Путина на следующий год? Да, это важно, потому что есть две стороны здесь. Первая сторона, что в 1922 году было ясно видно, что война в той форме, в которой ее Путин затеял, она, во-первых, хоронит всю концепцию Евразийского союза, на которую Кремль опирался долгое время, и на нее действительно ориентировались страны региона в той или иной форме. Во-вторых, это все наносит удар дальнейший по договору о коллективной безопасности, когда-то в какие-то годы Кремль придавал этому значение, и другие страны тоже. То есть, и самое главное, что соседние с Россией страны, все стоят перед тяжелым выбором. Никто не хочет публично поддерживать действия Кремля, никто не поддерживает эту войну. Да, эти страны не могут, в силу того, что они пограничны, обойти или быстро сократить экономические коммуникации. Понятно, что даже через страны Балтии продолжают какие-то российские товары поставляться в порты, даже в этих условиях, как сейчас. Хотя это все сократилось в разы и сокращается непрерывно. Но понятно, что экономические какие-то транзакции не могут быть прерваны быстро и одним решением, потому что за ним стоят договоры и так далее. Но тем не менее, все это в течение 22 года быстро-быстро сворачивает. У Кремля нет концепции теперь, а какое место вообще Россия должна занимать с такими агрессивными действиями, как она ведет, с такой риторикой пугающей. Какое место она должна занимать в этом пространстве, ну, Евразии, да, как это говорится. Кремль в одиночестве. Это несомненно. Я не сомневаюсь ни секунды, что и белорусское население, хотя оно вынуждено как бы считаться с альянсом Лукашенко и Путина, но оно боится последствий этого и относится с тревогой к этому. И также точно это со всеми остальными соседними народами происходит. Я думаю, что здесь то, что сделал Кремль в 22 году, если в 14 году, возможно, там как-то многие соседние страны и народы считали, что можно закрыть глаза на происходящее, то теперь, конечно, это не так. Теперь все видят чудовищный совершенно, очень циничный характер войны, которую ведет Кремль. Война выходит вообще за пределы какого-либо там, на мой взгляд, вообще сознания любого обычного человека, который на нее смотрит, он прекрасно понимает, что это агрессия, причем агрессия, которая уже сопровождается территориальным захватом, довольно циничным. При этом эта агрессия явно неудачная и демонстрирующая слабость Кремля, многих его там структур управления, военных структур и так далее. Так что, короче говоря, здесь как раз в 23 году, на мой взгляд, с точки зрения ближайших стран, у Кремля плохая ситуация. Ничего он не получит от соседних стран и народов. Александр, вот есть еще одно направление обсуждения военной агрессии Путина в 23 году. Это вот, знаете, такая странная привязка поражения на поле боя, связь с возможными политическими последствиями и политические последствия, которые могут повлиять на агрессии на следующем году. Это такая длинная цепочка. То есть вот мы ждали, да, например, что мы возьмем Херсон, и как-то в России на это отреагируют, да. И если они отреагируют, то, соответственно, политические, тогда будут иметь какие-то последствия. Но как-то так не получается. Вот видите ли вы, что такая привязка возможна, и что вот неудачи на поле боя могут повлиять на политическую ситуацию в России, или все, ну и, соответственно, тогда на активность боевых действий в следующем году. Или все-таки здесь нет какой-то прямой такой связи? Да, это, конечно, вот тоже вопрос большой, правильный вопрос. Действительно так и есть. Сейчас мы видим, что готовность Кремля к такой, как бы, трате сил своих собственных, да, к истреблению собственной экономики, она очень велика. И какие-то рациональные аргументы не действовали в 22-м году. Вот, ну, именно в таком ключе, о котором вы говорите. То есть, скажем, очевидный аргумент, что 22-го года, к концу 22-го года, в один голос все говорят, как бы, ну, секундочку, Кремль не может воевать против, там, как он хочет, против всего мира, условно говоря. Не хватит никаких ресурсов. Это бессмысленная трата ресурсов. Или, там, бессмысленно воевать, видя, когда военное сопротивление Украины оказалось настолько организованным, эшелонированным и поддержанным, значит, многими странами. Или, например, что, ну, какой смысл воевать дальше, если страна превращается просто в спонсора терроризма, как бы, впереди только трибунал и репарации. То есть, вот и так далее, и так далее. И точно так же, как бы, там, военные неудачи на поле боя. Это все на Путина и его окружение в 22-м году не работало. Но все же нельзя быть уверенным в том, что в 23-м году не будет происходить какого-то изменения, в том числе и в российской такой политической верхушке. Никто особенно не обращается на этот счет. Все понимают, насколько, так сказать, слабы умом и не самостоятельны в своих, так сказать, политических решениях люди, окружающие Путина, и оставшиеся на верху властной интернете в России. Но, тем не менее, конечно, интересно было бы увидеть хотя бы в середине 23-го года, а вот все эти люди, которые там занимаются адаптацией российской экономики к войне, там, как в правительстве Мишустин или там во главе Центробанка Набиулина, они, как бы, собираются так вот, ну, просто плыть на бревне в направлении катастрофы, неизбежной катастрофы и российской экономики, и всей российской внутренней политики. Или они собираются что-то делать. Но, во всяком случае, я согласен с вами, это точно, в 22-м году, во всяком случае, не было прямой такой, явной прямой связи между и неудачами на поле боя, и какими-то, ну, очевидно, катастрофическими, там, по последствиям для России, международными решениями. Это все действительно не оказывало влияния на ту логику и на те действия, которые Путин инициировал в течение 22-го года. Это так, да. Александр, тогда позвольте еще один вопрос, может быть, он покажется вам странным, но тем не менее. Вот, если отбросить в сторону, что Путин идиот, потому что это очень простое объяснение сложных процессов, мы это вынесем за скобки, то тогда наверняка у него было одно понимание ситуации вот в 22-м году, и наверняка у него есть какое-то другое понимание ситуации сейчас. Учитывая, что все-таки он столько продержался во власти, то у него есть какое-то чутье, нюх, не знаю, кого угодно. Возможно, это уже пропало или притупилось, не знаю, сложно. Тут, может быть, вы поможете выйти из этой ситуации, но тем не менее. И как политическое животное он должен что-то чувствовать, и наверняка какие-то планы строить. Вот вы сказали интересную вещь, что он не перестанет воевать, потому что выборы в 24-м году. Значит, это о политике, и значит, это о власти, и о многих других вещах. В этом смысле, как вы думаете, он же должен понимать уже как-то, обозначать какие-то цели. Какие могут быть цели реальные Путина вот теперь, сейчас, на следующий год? Ну, я думаю, что они так примерно и обозначены, собственно, в разных и текстах, которые сопровождают в Москве активность Кремля, и не только в заявлениях самого Путина, его ближайшего окружения. Первые моменты важны. Об этом, ну, в ноябре Дмитрий Тренин, который является одним из таких известных российских, близких к Кремлю политических экспертов, написал статью в журнале «Россия в глобальной политике», где, в общем, он явно исходит из того, что цель Кремля – это все-таки захват всей той части Украины, которая находится по эту сторону Днепра. И что Кремль будет действовать в этом направлении. Это не значит, что он добьется результата, но что такова его внутренняя логика теперь, от которой он не отступит. И даже если Кремль не добьется результата, он будет, Путин, если останется у власти, то он будет жить с мыслью о том, что это произойдет в дальнейшем. Что всего-навсего, как бы, ну, проделана половина работы. Еще надо будет сделать в будущем вторую. То есть идея раздела Украины под Днепро, она является окончательной такой формой кремлевского мышления. Это первое, как и некоторый ориентир. Да, конечно, понятно, что это сейчас нереализуемо для Кремля. Но тут надо учитывать, что вот именно с такой мыслью, значит, кремлевская верхушка и будет жить. Вторая важная ситуация заключена в том, что да, тем не менее, хотя это и не так, но Кремль рассчитывает на то, что украинское население устанет. Не только конкретно у президента Зеленского будут какие-то проблемы на выборах, но и в целом у всей, как бы, руководящей верхушки Украины. Это очень наивная точка зрения, или там она какая-то там безумная, если смотреть со стороны Украины. Поскольку, в общем, всем ясно, что вопрос уже не конкретно в этом политическом руководстве, а гораздо шире, потому что Украина столкнулась с такими действиями в отношении себя, что трудно себе представить, что в Украине появилось руководство, которое там поднимет две руки вверх и скажет, да, хорошо, ладно, мы согласны, только оставьте нас в покое. Нет, этого не будет и после 2024 года. Это очевидно. Но, тем не менее, Кремль этим руководствуется, в это верит. Он готов, очевидно, его там, эти люди готовы этим занимаются, готовы предпринять какие-нибудь шаги дополнительные, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию. И они будут двигаться в 2023 году, если говорить о выборах в этом направлении. Вот, а третий важный момент заключен в том, что, да, мы видим по публикациям хорошо, что Путин, его окружение, его советники, они убеждают его разными статьями о том, что посмотрите, какая неопределенность в мире. Запад не справится с последствиями пандемии и войны, с последствиями там надвигающейся глобальной рецессии. Поэтому кремлевские медиа охотно публикуют материалы о грядущей рецессии, они внимательно следят за экспертными оценками разных глобальных структур на эту тему и думают, рассчитывают, что а вот за счет этого удастся, значит, простоять дальше, переломить, и нас оставят в покое. И они приводят в качестве примера какие-то там страны, которые вот так и стоят, да, в своей, как бы, этой изолированности, в такой автарке. Ну, да, да, Кремль как бы исходит из мысли, что будет такая изолированная страна, возможно, закроются границы, да, останутся одни патриоты, в кавычках, внутри Российской Федерации. Будет такая экономика, в которой осталось там два сорта мыла, условно говоря, и там ли два сорта стирального порошка, а вовсе ни 10, ни 15 на рынке. А чего-то на рынке не будет вообще, никаких аномарок. Да, ничего страшного, говорит Кремль, как бы зато, значит, мы бросили вызов всему несправедливому миру и так далее. Короче говоря, вот таких три расчета, они легко читаются. Да, я думаю, что расчет Кремля ошибочен во всех этих трех пунктах. Не удастся воспользоваться, так сказать, для достижения своих целей, ни глобальной рецессии, которая будет, потому что, ну, очевидно сейчас, что Запад обладает ресурсами отдельные страны, отдельные экономики для того, чтобы преодолеть эту рецессию, без того, чтобы идти на компромисс Кремля. Второй момент, что нет, наивный расчет на то, что там в 2024 году уйдет Зеленский или удастся создать такой вокруг этого кризис, что ослабнет способность Украины к военному сопротивлению. Конечно, она уже не ослабнет, это очевидно. И точно так же, я думаю, что совершенно безнадежен расчет на то, что в какой-то форме, когда-либо, я в этом сейчас убежден, как глядя на все это, да, может быть, в начале войны, в первую неделю, может быть, или две, может быть, и было такое пугающее ощущение, что военная мощь Кремля так высока, что довольно быстро можно будет разделить Украину. Нет, сейчас уже очевидно, что сценарий захвата всей территории по Днепру, по эту сторону Днепра, он абсолютно нереализуем, ни в военном, ни в политическом смысле. Если Кремль этого будет добиваться дальше, то ведь это можно добиваться только ценой геноцида, буквально. Буквально геноцида. То есть, я думаю, что из этого ничего не выйдет абсолютно. Тогда позвольте вернуться к следующей теме, которую вы обозначили. Вы сказали, поддержка Украины не прекратится. И здесь очень хотелось бы вспомнить две вещи, да, которые вы уже в прошлом интервью вспоминали. Это вот о войне в серой зоне. Вы знаете, я когда думала вот о том, что происходит сейчас, подумала, ведь Запад привык иметь дело с очень понятными сценариями. Ну, по крайней мере, на европейском континенте. Когда, если война, то это какой-то небольшой конфликт с замороженным, планы, переходящие в замороженное, с каким-то там кусочком территории, которые там аннексированы или не аннексированы, но просто там они как-то вырваны из пространства и тела страны. И когда оно вот так вот висит, это там прекрасно, мы знаем, на Южном Кавказе происходит, там Приднестровье, ну, Украина тоже как-то попадала в эти как бы алгоритмы. И они были понятны Западу. Они знали, что с этим делать, как на это реагировать, как устраивать переговоры. Вот мы прекрасно помним Саркази вот во время там, да, этой грузинской войны и многое другое. А это ведь совершенно новый вызов. Это ведь война в центре Европы. И война совершенно другая. И вопрос заключается в том, насколько Запад это осознал. Готовит ли он какие-то новые алгоритмы действий в этой ситуации? Потому что, наверное, от этого и зависит степень поддержки. Потому что мы тут говорим, ну, дайте, черт возьми, оружие. Сколько можно? Да, хотя бы мы, закройте нам небо. И вот они вроде дают. И вроде, как знаете, а вот не до конца. Это вот связано с тем, что они не понимают, как им действуют дальше? Или с чем? Как вы это оцениваете? С моей точки зрения, за второй половине 22-го года как раз все те, кто принимает решения в Европе, все аналитические структуры, близкие к правительствам, все, кто занимается безопасностью и континента в целом, и глобальной безопасностью, все в целом сформулировали для себя чрезвычайность происходящих событий и их опасность и необходимость ответа на них. В этом смысле слова тут нельзя сказать, что, можно точно сказать, перестала действовать вот та модель описания, о которой вы правильно сказали, которая действовала там в период, скажем, попытки урегулирования с помощью Минских соглашений, ну, по модели действительно, причем не нужно относиться к этому негативно, во многих случаях действительно замороженные конфликты и сама эта философия замороженных конфликтов, она, в общем, как бы отвечала там и политическому реализму и возможностям, как бы, влияния, потому что действительно европейская дипломатия и политика часто говорили себе, ну, знаете, мы здесь не можем там не вмешаться какими-то военными средствами, как в 19 веке напрямую, да, мы не можем тут сильно повлиять, но мы хотим хотя бы приостановить, заморозить, да, остановить насилие, этого будет достаточно. Так вот, сейчас, да, в 22 году, конечно, то, что происходит, нет, это все всеми понимается как нечто чрезвычайное и требующее от всех ответа. но это, конечно, такая, тоже такая тяжелая мысль, но тем не менее, и малоприятная, но тем не менее, мы, конечно, понимаем, что страны, европейские страны и глобальные лидеры хорошо видят, что Кремль как бы подорвался, что у него как бы подорвано одно колено, подорван мениск на ноге уже. То есть, Кремль ослабеет на глазах. И, конечно, так сказать, возникает, и хорошо это видно, такое как бы ощущение, что так ведь, ну, Кремль же, так сказать, медленно и тихо сам себя, значит, подрывает. Он явно демонстрирует слабость. Он, собственно говоря, уже начал угрожать даже янерным оружием. То есть, возможности ведения конвенциональной войны у Кремля явно на глазах делаются все слабее. И результативность военных действий слабее. И вот глядя на это, конечно, я понимаю, что здесь возникает такое ощущение, возможно, у многих, что урегулировать тут нельзя, но можно, значит, тихо ждать, пока Владимир Владимирович Путин и вся его, это окончательно машина захлебнется просто. Это тяжелая, конечно, ситуация для Украины, которая берет на себя огромные жертвы и несет это бремя, непрерывное, тяжелое бремя, такой как бы непрерывной готовности к войне и ведения войны. Но это так. Это вот, конечно, такая важная и проблемная вещь, потому что инструмента, очевидно, что многие люди, конечно, ждут, что там Запад возьмет, да ударит, как бы, и, наконец, разнесет этот Кремль в щепки и на этом все кончится. Нет, это, конечно, невозможно. Потому что, ну, до определенного момента, конечно, можно себе представить и такое развитие событий, но не сейчас. Но, во всяком случае, сейчас это так. Хорошо видно, что европейские страны показывают всячески, что они готовы и дальше поддерживать Украину и давать вооружение необходимое, те, которые есть, которыми они располагают, которые они могут отдать без ущерба для своих собственных армий и для своей собственной безопасности. Понятно, что все ждут большего, но, на мой взгляд, этого большего просто нет. То есть, тут я думаю, что, насколько я читаю, я вижу, что и украинское руководство это признает публично и говорит, что там, вот, мы постоянно какие-то предлагаем, Киев предлагает списки вооружений, которые ему нужны, и эти списки рассматриваются и все это поступает. Но я не думаю, что здесь следует ожидать какого-то такого в 23-м году, я бы сказал, такого нового радикального решения. Хорошим решением, на мой взгляд, было бы создание европейского иностранного легиона, условно говоря. То есть, расширение прямого военного участия зарубежных стран в этой войне. Вы говорите о добровольцах, то есть, что без последствий для стран НАТО, Без последствий для НАТО, да. То есть, этот иностранный легион, он был бы действительно такой промежуточной формой между санкционированным как бы участием в военных действиях на стороне Украины, но в то же время не носил бы государственный характер. Это очень спорное и сложное решение, потому что это очень близко к тому, чтобы это было чем-то вроде частной военной компании, то есть, как бы, некоторой зеркальной стороной, как бы, кремлевских, использованием кремлем таких прокси-сил, но, тем не менее, как бы, если это строить на уровне европейской дипломатии, в целом, да, то это возможно, конечно, потому что понятно, что иностранный регион существует у Франции и существует опыт миротворческих, да, международных подразделений. Это означает, что можно сконструировать такую ситуацию, при которой интернациональные военные бригады, они будут, ну, просто превращаться в масштабное явление. Это, наверное, это было бы, конечно, важно с точки зрения вообще и глобальной защиты демократии. Хотя, конечно, это все очень сложно и опасно впоследствии. Но второй момент, конечно, важный, это все-таки в конце года я вижу по кремлевской прессе, что там очень скорбят по поводу изменения кремлевской Китая. И, в общем, в этом отношении дело должно дальше идти в 23-м году. То есть, дипломатия в отношении Китая должна быть построена таким образом, чтобы у Путина не сохранялось и у Кремля никаких иллюзий о том, что Китай будет дальше в какой-то форме поддерживать вот это кремлевское самоубийство, которое грозит, как бы, понятно, что Путин хочет самоубийц, но утянуть за собой в могилу и весь регион, и не только Украину, но и страны Балтии, весь регион Северной Европы и вообще неизвестно, что. так что второй момент связан вокруг Китая, третий момент связан с тем, что не так безнадежно выглядит перспектива, на мой взгляд, такой, как бы, дистанции самого российского населения от этой войны. Знаете, в Украине принято считать, что там, вот, русские должны там, ну, как-то протестовать бурно, или должны там как-то вообще выступить против Кремля, против этой войны. Я-то, конечно, так в это не верю, потому что, хорошо зная это население, я понимаю, что оно очень атомизировано, оно не в состоянии принимать таких решений, но зато, зато, неактивная форма, такая пассивная форма, такое бегство от войны, самоизоляции, нежелание в ней участвовать, то есть, какая-то там форма дезертирства или форма какого-то такого тихого саботажа этой войны. Вот это, конечно, было бы очень важно в 23-м году, важно, чтобы, чтобы, не выражая своей политической, так сказать, ясной воле, на это рассчитывать совершенно невозможно отношение российского населения, не выражая никакой политической воли, население просто бы, ну, как бы, бежало от войны в какой-то форме, закрывалось от нее, и тем самым Кремль лишался бы какой-то политической поддержки, да, это было бы очень важным, важным фактором, если бы это как-то фиксировали бы, вот так, мне кажется. Если говорить о выборах президента России в 24-м году, я правильно понимаю, что Путин хочет эти выборы снова выиграть и снова стать президентом России, я правильно понимаю, что никаких выборах таких в чистом виде, конечно, речи не идет, да, то есть вот чего он должен добиться в 23-м, чтобы выиграть в 24-м, он же, наверное, как-то понимает. Это в контексте того, что вы говорите, если россияне будут закрываться от войны, то тогда, наверное, это же повлияет на рейтинги Путина, на все остальное. Да, но мы не знаем сейчас. Мы видим хорошо, что есть два таких, два политтехнологических сценария у Путина, но поскольку он любой ценой будет оставаться у власти, он будет использовать либо тот, либо это, в зависимости от развития военной ситуации. И один сценарий, о котором многие правильно пишут, в том, что Путин будет выходить на выборы 24-го года, как бы, типа, обращаясь к населению с мыслью, что нас давят, против нас весь Запад, да, вот как бы, да, мы бедные, маленькие, на нас напали, как бы, и только я, значит, как бы, и вот мы с вами только защитимся от этого нападения. Это одна, одна стратегия. Да, это, конечно, очень цинично, но, разумеется, Путин неоднократно, как бы, использовал такие циничные схемы и вполне может ее использовать. То есть, это, короче говоря, игра на слабости. А второй вариант, игра на силе. То есть, на демонстрации военного результата. Ну, конечно, никто не сомневается, что Путин даже сейчас, перед Новым годом, сидит и ждет, что Шойгу и Генштаб ему принесут, как бы, на тарелке, так сказать, доклад о том, что там захватили сколько-то чего-то там, условно говоря. И Путин может сказать, как бы, тогда выходя с новогодними поздравлениями к населению, смотрите, какие у нас успехи. Вот, понимаете, мы побеждаем. Это другая, другая линия. То есть, Путин тогда должен будет выходить на выборы, заявляя, как бы, что по итогам 23-го года, посмотрите, как мы разгромили и Украину, и всех, кто ее поддерживал, как они все обессилили, какие мы молодцы, мы герои, мы победили глобальный, там, фашизм, и что-нибудь такое в этом роде. И вот на той, на другой стратегии Путин, либо на той, либо на другой, в зависимости от того, как будут развиваться события 23-го года, Кремль будет строить эту стратегию выдвижения Путина на выборы. Ну, и еще, позвольте, последний один вопрос, потому что интересно, что вы думаете по этому поводу. Вопрос дестабилизации региона вокруг Украины. Вот если посмотреть на историю, скажем там, Ближнего Востока, то нужно понять, что пусть не сразу, но где бы ни шла война, регион все равно приходит в движение, начинается дестабилизация. И как бы НАТО там не хотело, да, закрыть войну в границах Украины, уже очевидно, что так не получится. Тому подтверждение ракеты, которые упали на территорию Польши, тому подтверждение там отсутствия электроэнергии в Молдове, хоть она и не есть, чем НАТО, но все равно часть региона, да. И в этом смысле, вот насколько вы считаете, что такая дестабилизация возможна, естественным образом, потому что идет война, и тогда она будет как-то влиять на решение западных стран, что делать с этой войной, да, то ли ее быстро заканчивать, то ли какие-то другие шаги принимать. И второй вариант, который вытекает из того, что вы сейчас сказали, вы сказали, что Путин может использовать перед выборами лозунг на нас напали, мы сами против всего мира. И что второй вид дестабилизации, когда Путин сам попытается что-то дестабилизировать, ну, скажем там, странами Балтии и так далее, и скажет, ну вот я это сделал, а теперь скажите, что можете сделать вы. То есть вот эти варианты дестабилизации, что из них возможно? Может, я что-то придумала, это вообще смешно, вопрос из счетов. Нет, я считаю, я считаю, что тут совершенно Людмилово право, потому что можно так, я бы так расположил бы по последовательности, в какой-то, по последовательности вероятности в 23-м году события, которые бы содержали эскалацию дальнейшую, ну, как бы в кавычках в интересах Кремля, но в его представлении. То есть последствия невозможны, но в его представлении. Первое. Это, конечно, просто ну, такие совместные действия с Белоруссией, которые позволят в конце 23-го года сказать, что ну, вот тут мы немножко подзавязли, зато смотрите, значит, мы уже присоединили Белоруссию. Интересно. Это очень интересно. На этом можно просто как бы выйти и сказать, смотрите, как все хорошо получилось. Да, ну, это будет в духе Путина, потому что он скажет, что союзное государство придумали не мы, и вот мы его реализовали наконец. Ну, да, оно превратилось как бы все в такая гигантская территориальная приобретение. Это первое. Второе. Как ни странно, вы знаете, я думаю о том, что когда-то мы боялись и говорили еще до войны, да, многие опасались, обсуждали сценарий вот нападение на Эстонию, на, так сказать, там, на Роский район. Так вот, надо сказать, что я думаю, что это остается как бы в некоторых таких стратегических разработках о том, как бы, как некоторая, некоторая идея. И действительно, можно себе представить ситуацию, при которой Путин использует это. Как некоторый элемент дальнейшей эскалации, давайте посмотрим, что будет. Несмотря на то, что уже очень дело далеко зашло и так, а тем не менее, это возможно. и третий момент по, значит, по такой, по вероятности, я бы сказал, что, ну, Кремль как-то может дальше пойти на, там, какую-то, на какие-то действия в Средиземном море, попросту говоря. То есть, вот во всей этой линии, как бы, от Черного моря через Босфор и Средиземное море, какую-то, какие-то, не только собственные, но и вообще любые формы эскалации. Поскольку побережье Средиземного моря очень чувствительно для Европы и все коммуникации, которые там проходят, то здесь, конечно, я бы считал, что тоже такое вот можно ожидать. Но очень трудно сказать, что именно. Почему? Потому что, да, с одной стороны, конечно, мы знаем, что, скажем, и Кремль заинтересован там дестабилизировать Молдову, потому что там Вагауза и вообще, как бы, с другой стороны, очевидно, что Кремль заинтересован действовать там на южном фланге НАТО, как-то в Румынии и Болгарии, это было и раньше и так далее. Но, трудно здесь что-то прогнозировать более определенно, но я согласен с тем, что эти все кремлевские парнии, как бы, глядя на свои неудачи в Украине и видя, что цена этой всей авантюры растет день ото дня, она растет, несомненно, то есть, так сказать, бенефит, как бы, или бонусы очень маленькие от этой военной операции, от этой войны, которую Кремль развязал, а потери все растут и растут, это очевидно, и это очевидно им самим. На этом фоне, да, они должны пойти на какой-то, на какие-то следующие, я бы сказал, самоубийственные шаги, потому что, если нет и не видно другой группы, можно только сказать, что да, давайте, мы все были бы рады, если бы мы увидели какую-то в Кремле, какую-то группу, которая хоть в какой-то форме, там, показывает, как можно выйти из этой войны. Да, это, конечно, очень циничные тоже были бы люди, понятно, что мы не ждем от них признания, да, там, своих ошибок, но, во всяком случае, они бы обозначили какой-то свой способ выхода из войны, который можно хоть с кем-то дискутировать. Вы правильно в начале там разговора упомянули Саркази, но не только Саркази, довольно много европейских политиков, и сейчас бы, конечно, бы сказали, что да, 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 мы готовы с кем-то говорить, но только это должны говорить какие-то люди, которые все-таки предлагают что-то разумное, а не просто, как кривлевские деятели, приезжают на международные площадки и начинают говорить вот эту свою мистическую какую-то ахинею, которую невозможно перевести на язык реальной дипломатии. Так если бы кто-то вышел и что-то предложил, конечно бы все бы с интересом отнеслись, но этого нет, а если этого нет, значит только эскалация дальше, да, к сожалению, это так. Александр, спасибо вам огромное, спасибо, что нашли для нас время, были очень рады вас видеть, спасибо. Спасибо вам большое, очень раз тоже был вас видеть, должен признать, что ваши вопросы интереснее моих ответов. Это не так, спасибо большое, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Александр Морозов был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно признательны. Конечно, мы благодарны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok